Эрикс Адамсонс Абакука Кришана Падение Абакука Опубликовано в заборнике рассказов «Смалкас Кайтес» «Изящные недуги» в 1937 году. Читает Евгений Бразус-Брушковский. Вот уже десять лет Александр Папьерс по восемь часов в день красиво, подобно каллиграфу вавилонского царя Хамураби, выводит пяти, шести и семизначные цифры в бухгалтерских книгах господина Куфиэля Спрунгина, владельца большого магазина готовой одежды. В окружении пальто и фраков, а также черных, коричневых, серых и синих рулонов материи, Александр походил на гигантскую моль, которая медленно задыхается от нафталина. Бедный бухгалтер. Он походил на золотые часы, покрытые таким густым слоем пыли, что на них не видно было ни позолоты, ни стрелок. Он походил на испорченный барометр, который постоянно, даже в солнечную погоду, показывает дождливо, пасмурно, холодно. Худенький, засенчивый Александр Папьерс каждое утро выходил из квартиры отца и бесшумно спускался по лестнице с верхнего пятого этажа этого дома и каждый вечер еще бесшумнее поднимался наверх, машинально пересчитывая давным-давно знакомые фамилии на дверных дощечках. Вальтер Эйланд, нотариус. Хайм Йосилович, зубной врач. Карлис Пине, частный детектив. Яордиса Теберга, швея. Шьет занавески и покрывало. Бруно Пескут, инженер-химик. Языб Бородовскис, учитель пения, ставит голос Бельканто по старинной итальянской методе. И так далее. Между маршами лестницы пустая шахта для лифта, который в нее так и не вмонтировали. Александр Папьерс не обращал на нее никакого внимания, пока в его одинокую жизнь не вошел один случай, подобно клинку в ольховую чурку. Однажды майским утром на площадке четвертого этажа младший сынишка Йордис и Теберги забавлялся яркой книжкой картинок и деревянным человечком. Александр Папьерс проходил мимо. По робости характера он не решался заговорить даже с детьми. Поэтому ужасно смутился, когда четырехлетний мальчуган бесцеремонно окликнул его. «Эй, не видишь, куда идешь? Об око-ко раздавишь!» «А кто это?» Мальчуган взглянул на Александра, потом на серого деревянного человечка и громко выпалил. «Ты!» И тут вдруг деревянный человечек как-то соскользнул в дырку узорчатых чугунных перил и полетел на дно пустой шахты для лифта. Мальчуган глянул вниз и засмеялся. Александр тот же заглянул в шахту и тотчас закрыл глаза. «Какая черная, глубокая, холодная тьма!» С внезапным страхом подумал он. «Как это ужасно туда упасть!» Он отступил от перил к стене, открыл глаза, и взгляд его упал на книжку картинок у его ног. Под картинкой он прочитал стишок. «Вот акробатик Абакук, он делает смертельный трюк!» Мысленно повторяя стишок, он легко сбежал по лестнице до самого низа. Там, на дне шахты, валялись останки смельчака-акробата. Голова человечка раскололась пополам. Александр глянул наверх и содрогнулся. «Ужас! Как высоко!» А с четвертого этажа, просунув голову между узорными столбиками перил, ему строил рожи мальчуган, похожий на светло-серого краснохвостого попугая Жако. Александр Папирс заспешил на работу. Ему хотелось забыть неприятное происшествие, и он весь день особенно аккуратно писал счета, а заглавную букву «Р» выводил с таким ответвлением, что за него весьма удобно мог бы уцепиться своими ярко-красными лапками самый великолепный фазан Аргус, случай с ему залететь в эту контору. Пятизначные цифры, как, например, 79 439, Александр вывел с таким изяществом, что даже Куфиэль Спрунген, его мрачный хозяин, удовлетворенно улыбнулся, а сам Александр, обуянный благородной радостью труда, забыл свои переживания. Однако в тот же вечер, когда Александр Папирс вернулся домой и стал подниматься по лестнице, он вновь испытал тяжелое неприятное чувство. Прежде его ничуть не заботило, как он поднимался по лестнице, у стены или у перил, а на этот раз он все время держался за перила, так что на ладонь налип густой слой пыли. На четвертом этаже он остановился перевести дух, глянул в шахту лифта и сразу отскочил от перил. Ах, какие они круглые, гладкие, полированные! Как легко можно было бы перемахнуть через них и рухнуть вниз! На следующее утро он больше не дотрагивался до перил, а держался у самой стены. С того дня он только так поднимался и спускался по лестнице. Больше ни разу он не осмелился заглянуть в пустую шахту. А когда видел, как это делают другие, его охватывал страх. Как-то раз он даже позавидовал Шая, жене Ясиновича. Далеко перегнувшись через перила, она, улыбаясь, кричала вниз своему мужу «Хайм! Хайм! Хайм!» Вот ведь какая смелая, счастливая, подумал Александр Паперс. Но ведь Вальтер Эйланд, Язы Бородовскис тоже не боятся шахты лифта? Или Карли Спипа? Нечуточки. Один только я. Да нет же, как раз наоборот, успокаивал он себя. Наверное, многие боятся таких шахт с невстроенным лифтом. Я просто один из многих, только и всего. Еще один такой чудак. Так он частенько себя уговаривал, шагая по ступенькам, и мало-помалу претерпелся к своему страху. «Ну а если мне станет хуже?» спрашивал он себя иной раз и сникал от слабости. «Глупости!» бодрился Александр, и, чтобы забыться, с чрезмерным пылом принимался оказывать повседневные услуги Куфиэлю Спрунгену и собственному отцу, бывшему чиновнику городского управления, так что те, ни о чем не подозревая, все больше умилялись им и все нещадней его погоняли. Надо сказать, что напряженный труд только пошел Александру на пользу. Спустя несколько дней он забыл и думать о пустой шахте и торопливо сновал по лестнице вверх-вниз точь-в-точь, как белка на сосне. Александр Паперс был и ниже ростом, и слабей, и боязливей других, поэтому с измольства не осмеливался делать то, чего ему больше всего хотелось. Он стал скромным бухгалтером, хотя в душе страстно мечтал о роскошной жизни, полной рискованных приключений. Женщин он избегал, однако вблизи них чувствовал себя счастливее, чем калибри на цветке орхидеи. Четно пытался он преодолеть свое малодушие и, пылая от неутоленных желаний, подобно фландерскому еретику на костре испанской инквизиции, наконец примирился со своим положением. Но с того дня, как Александр увидел падение искусного акробата Абакука, пустая шахта для лифта стала играть все более роковую роль в его жизни. Так однажды, июльским днем, на площадке четвертого этажа, где Александр обычно останавливался передохнуть, он сделал глубокий вдох и почуял запах серы. Показалось, зловоние это шло от сотни тухлых яиц. Запах сероводорода вздымался по шахте лифта из химической лаборатории инженера Бруно Пескута. Александр глянул вниз и, как ни странно, не ощутил никакого страха. Быть может, страх подавило раздражение, которое вызвал омерзительный запах. Ему почудилось, будто шахта для лифта, кратер огнедышащего вулкана. Ну да, конечно. Перед ним жуткий кратер пятиэтажного дома, выдыхающий зловоние серой и затхлой конторы. От такого причудливого сравнения он даже весело улыбнулся и тут же заулыбался еще веселее, вспомнив со школьных лет застрявшее в памяти географическое название Попокатепетль. Это, кажется, вулкан? Но где он находится? В Азии? В Африке? Нет, наверное, в Америке. И он по-настоящему приободрился. А ведь я теперь могу заглядывать в шахту и улыбаться. Точь-в-точь, как жена зубного врача Ясиловича. Но тут произошло невероятное. В восторге от того, что избавился от страха, Александр Паперс трижды крикнул Хайм! 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 При этих возгласах он так дергался, что с головы у него слетела шляпа в шахту лифта. Но ему все равно было весело. Теперь я стал не только таким же, как Шая, но и как сынишка Йордиса Теберги, которому так понравился смертельный трюк Абакука. И он повторил стишок вслух. Вот акробатик Абакук, он делает смертельный трюк, в котором ему казалось скрыт таинственный глубокий смысл. Расшалившись, как ребенок, он собрался было бросить через перила что-нибудь еще, но на лестнице появились два господина, занятые спором о голландских кульденах, итальянских лирах и шведских кронах, а за ними следовали нотариус Эйланд и господин в униформе лесничего. Александр Паперс устыдился своего поведения и, почтительно поздоровавшись с нотариусом, сошел вниз за своей шляпой. С того дня, временами тщетно стараясь вспомнить, где находится попа катапеталь, Александр Паперс без страха заглядывал в пустую шахту для лифта. Но почему-то всякий раз его так и тянуло что-нибудь кинуть вниз с пятого, четвертого, третьего этажа. С простодушной радостью он смотрел, как вещицы, которые он кидал, падают и разбиваются. Затаив дыхание, боязливо озираясь по сторонам, Александр Паперс, опытнейший бухгалтер в заведении Куфиэля Спрунгена, в одно прекрасное утро кинул в шахту для лифта носовой платок, на другое утро яйцо, а две недели спустя небольшой цветочный горшок. Окаянные мальчишки! Бронила дворничуха сыновей Йоргис и Теберги, подбирая черепки, и пожаловалась домовладельцу. Александр Паперс слышал, как она жаловалась, он втянул голову в плечи и, зажмурившись, подумал, что если хозяин дома, дворничиха или мой отец узнают, как я озорничаю? Невзирая на опасность, он всякий раз, поднимаясь или спускаясь по лестнице, поддавался отчаянному, непреодолимому желанию и сбрасывал в шахту для лифта какую-нибудь вещицу, чаще всего стеклянную или гниеную, и она так звонко разбивалась в дребезги, превращаясь в кучу осколков. Как-то раз он настолько расхрабрился, что чуть было не снял с ноги башмак, чтобы посмотреть, как он будет лететь в шахту, но вдруг сник, бессильно прислонившись к перилам. Буду кидать шахту свои вещи, пока сам в нее не прыгну, сказал он себе. Не сегодня, так завтра. И странная тоска стала овладевать им. Что означает этот смертельный трюк Абакука? Этот омерзительный запах серы, который так долго его мучил, и возгласы «Хаем! Хаем!» и бросание яиц, цветочных горшков и посуды. Разве это не значит, что пустая шахта для лифта, проклятый этот попок Атепеталь полностью подчинила его своей власти и неустанно манит, подбивает, соблазняет? Вот уже несколько месяцев май, июнь, июль, август в страхе и в волнении снует он вверх и вниз по лестнице. Дальше так продолжаться не может. У дверей нотариуса Эйланда он увидел на перилах гобелен и подле него бобивалку. На гобелене яркая, веселая картина, статный охотник в костюме эпохи Густава Адольфа. Вокруг него скачут легавые, а он обвивает рукой талию полуногой нимфы. Александр Паперс оглядел нимфу и, как обычно, когда он думал о женщинах, испытал смешанное с отвращением смутно-сладкое чувство, вызывавшее глубокий стыд. Он тут же схватил выбивалку и принялся изо всех сил колотить по гобелену, словно это помогало ему освободиться от жуткого бремени, которое давило его вот уже больше года. Но тут из двери нотариуса выскочила прислуга. Отец Александра Паперса как раз в это время платил дворничихе деньги за квартиру. В сопровождении дворничихе он, встревоженный оглушительно громкими хлопками, спустился на второй этаж, туда, где жил нотариус. Отец дворничиха и прислуга в недоумении уставились на Александра. Он отшвырнул выбивалку и взбежал тремя этажами выше, домой. Там он схватил громоздкую катку с каучуконосным фикусом. Волнение придало ему столько сил, что он без труда вынес тяжеленную ношу к дверям. Но тут его перехватил отец. Сын, что ты делаешь? Сам видишь, возбужденно ответил Александр, несу фикус? Куда? Брошу в шахту для лифта. Что? Сброшу его вниз. Я уже бросал яйца, цветочные горшки и слом. Теперь пускай летит фикус. Теберговы мальчишки, а не ты, возмутилась дворничиха. Я, я, я и никто другой. И Александр Паперс ринулся к двери. Но отец, опомнившись от изумления, грозно рявкнул. Поставь сейчас же! Нет! Поставь! Нет! Я что сказал? И отец угрожающий взметнул кулак. Тогда Александр Паперс поставил катку с фикусом на пол, а сам уселся рядом и заулыбался. Вконец перепуганный отец вскричал «Что с тобой? Чего ты улыбаешься?» Александр Паперс вскочил, будто его кольнули вбок огненным копьем, и ринулся прочь из двери, за которой прислушивались Йоргиса Теберга, ее сыновья, прислугой дворничиха. С развивающимися светлыми прядями жидких волос он пронесся с пятого этажа на первый мимо квартир Теберги, Пескута, Вородовскиса, Йосиновича, Пипа и Эйланда и вылетел на улицу. «Черт побери!» вдруг воскликнул он и рассмеялся. «Наконец-то я тридцати лет от роду заживу по-настоящему! Только держись!» Он весело зашагал по липовой аллее. Слева мчались автомобили, справа трамваи. Вот теперь наконец-то он утолит свою безумную страсть к приключениям. У афишной тумбы посреди перекрестка, где сходились четыре улицы, он заметил броскую рекламу. Научно-популярный документальный фильм «Северная Америка». Такие фильмы ему нравились. Благодаря им он уже получил представление о Европе, Азии, Африке, Австралии. Лишь новый свет он не видел ни разу. Чудесный край искателей счастья и приключений. Кинотеатр находился в ближайшем переулке. Александр вошел в кинозал, когда на экране уже появились черные фигурные буквы «Северная Америка». Почти час Александр Папирс смотрел на фьорды Аляски, арктический архипелаг, нью-йоркские небоскребы, чикагские бойни для свиней, питомники кроковилов во Флориде, на диких гусей, лебедей и уток с озер Лабрадора, военные пляски индейцев, на китайцев из Сан-Франциско, сбор винограда в Калифорнии, вишневые сады в Иллинойсе. Восторженно любовался он зарослями карликовой березы, красного дуба, болотных кипарисов, тюльпанового дерева. Потом на экране показали кокосовые пальмы Бермудских островов, банановые рощи в Коста-Рике и хижины метисов на Кубе, пока, наконец, под звуки кубинских песен на белом полотне экрана не замелькали буквы МЕКСИКА. Александр воодушевлялся все больше. «Посижу-ка, посмотрю еще», подумал он и под все более громкую музыку народных мексиканских танцев прочел следующее пояснение. Мексиканский флаг состоит из вертикальных зелено-бело-красных полос. И дальше. Мексика страна серебра. Ежегодно там добывают около двух миллионов килограммов этого металла. Потом показали живописные виды маковые шерстистые огненные мимозовые деревья цветущие кактусы пирамиду ацтеков Псочекулько всю барельефах с изображениями диковинных чудищ Чапультепекский дворец плавучие сады на плотах отроги Сьерра-Мадре Ориенталь с могучими водопадами и порогами и вдруг перед глазами зрителей предстала дымящаяся в снежной шапке огнедышащая гора Иктактихуатль потом второй вулкан извечный красавец Цитлатепетль и наконец Попокатепетль над кручами глетчеров на севере над распадками и ущельями над лесистыми отрогами гор вздымалась на высоте 5568 метров над уровнем моря вершина полупотухшего дымящегося вулкана который после четырех столетий покоя вновь начал изрыгать огненную грязь причиняя страшное бедствие Александр Паперс чуть не вскрикнул когда прочитал слово Попокатепетль ему казалось вот он решающий миг его жизни волнении охваченный беззаботной и в то же время возвышенной радостью он вскочил с места и под звуки древнего индейского марша устремился к выходу и ему чудилось что над головой его реют зелено-белокрасные знамена Мексики так он вышел на улицу не раз повторив про себя слово Мексика и ему казалось что в этом слове слились воедино любовь радость жизни и смерть Александр зажигал по улице охваченный таким чувством будто на свете нет более отчаянного искателя приключений чем он Александр зажигал по улице охваченный таким чувством будто на свете нет более отчаянного искателя приключений чем он а вдруг из двери какого-то магазинчика его вежливо окликнули господин купите туфельки своей невесте в радостном волнении у него и в самом деле есть невеста которой надо купить туфли это наполнило его такой радостью что он немедля подошел к продавщице и сказал что ж покажите не желаете ли домашние туфли да да домашние какого размера 35 а это большой размер что вы что вы нет тогда может 32 на малюсенькую крохотную ножку у моей невесты очень большие красивые ноги теперь он ничуть не сомневался что у него есть невеста с очень большими красивыми ногами ну тогда возьмите туфли сорокового размера воскликнула продавщица с желтым помпоном и желтой подкладкой очень красивые хорошо всего 50 латов хорошо хорошо Александр Паперс весело рассмеялся и купил пару женских домашних туфель при этом не раз повторив видите чего только не случается в Мексике продавщица сочла это какой-то шуткой в которой скрыт глубокий но непонятный ей смысл и смущенно улыбалась в отличном настроении Александр Паперс явился домой с красивой белой коробкой под мышкой куда ты бегал спросил отец с тревогой глядя на сына за туфлями за какими туфлями вот Александр протянул отцу белую картонку тот поспешно раскрыл ее увидел туфли и завопил дурным голосом женские красивые дорогие кому ты их купил моей невесте 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 да у нее большие красивые ноги с каких это порт обзавелся невестой сегодняшнего дня кто она такая продавщица как ее зовут жени где она живет на попах это петли где да моя невеста там живет а еще у меня полно любовниц прислуга нотариуса теберга жена хайма юсиловича дворничиха отец ошеломленный непонятными выходками сына который почему-то вздумал выбивать гобелен нотариуса потом пытался вынести из дома кадку с фикусом а теперь вот купил женские домашние туфли наконец понял страшная черная беда постигла их семью но за что и почему он никак не мог понять войдя в кухню он налил себе воды в синюю чашку для кофе но рука его так дрожала что бедняга не мог донести чашку к губам спустя несколько тяжких минут Александр в новой черной шляпе веселый оживленный легким шагом тоже вошел в кухню и направился к двери на лестницу Александр в отчаянии крикнул отец не Александр а Абакук отозвался сын что с тобой что с тобой у меня отличное настроение ответил сын я больше не пойду к спрунгину я больше не буду кидать яйца и цветочные горшки в шахту для лифта знаешь чем я займусь тем же что и все буду веселиться смеяться целоваться танцевать ура 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 трижды взмахнув шляпой зычно выкрикнул он и ему вновь показалось будто над головой его зелено-бело-красные знамены Мексики затем он вышел на лестницу отец был не в силах двинуться с места пока во дворе Йордиса Теберга прислуга нотариуса и дворничих опозабыв о своей работе мужьях и детях уже второй час обсуждали чудачество Александра Паперса и голоса их подобно крикам верблюдов чующих близкое землетрясение вздымали к облачному небу Александр как бы в раздумьях о том в какие безумные приключения ему пуститься ибо ничто теперь не представлялось невозможным облокотился о перила задержавшись на четвертом этаже и тут мимо него прошла молодая стройная женщина ему опытному бухгалтеру полностью околдованному могуществом дымящегося вулкана в краю серебра и кактусов глаза этой женщины напомнили серо-зеленую персидскую бирюзу а ресницы черные свечные фитильки мелкие веснушки на ее лице так мило напоминали крупинки перца на дыне простой наивный подсолнух который незнакомка несла в левой руке в полусумраке походил на символ культовой церемонии индейцев кактус эхино не обратив ни малейшего внимания на Александра папирса женщина вошла в квартиру инженера пескута будь я настоящий мужчина а не какой-то абакук подумал Александр в припадке внезапной ревности я бы уже сидел у ее ног и примерял бы ей домашние туфли а теперь она должна быть целуется с бруно пескутом что же мне делать что ему было делать ни женщины ни мужчины ни старые ни молодые ни богатые ни бедные ни умные ни глупые ни здоровые ни больные никто как есть никто и никогда его не замечал если он хотел о чем-нибудь рассказать родственнику или знакомому то событие о котором он пытался рассказывать оказывалось таким мелким незначительным в его сбивчивом неумелом изложении что слушатель спешил поскорее откланяться рассказчик и сам это прекрасно понимал и давно уже не осмеливался ни с кем сойтись поближе хотя пламенней всего на свете любил людей пока он так размышлял из квартиры инженера Бруно Пескута вышла та женщина лукаво посмеиваясь она то и дело откусывала от соленого огурца у Александра Паперса сразу отлегло от сердца огурец в руке незнакомки показался ему прекрасней колоса в руке цереры на этот раз проходя мимо она посмотрела Александру в глаза и улыбнулась несколько секунд он недоуменно провожал ее взглядом она шла так обольстительно покачивая бедрами что наблюдая ее походку хотелось одновременно и разразиться проклятиями и кинуться целовать ступеньки по которым шли ее большие красивые ноги Александру почудилось будто это он вдохнул аромат цветущих зарослей лесного жасмина так его опьянила радость чего только не случается в Мексике ликовал Александр поспешно топчась на месте Юрди Сатеберга как обычно порит своих мальчишек Языб Бородовски ставит ученикам голос по старинной методе Карлис Пипе сочиняет грозные письма Хайм Юсилович рвет зубы Валтер Эйланд консультирует по вопросу аналоги на еще не купленную землю Бруно Песху добывает серу зато он Александр Папирс 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 осел спохватился Александр пока ты тут топчешься она уйдет уйдет навсегда мчись за ней хватай останови он сбежал по нескольким ступенькам и безо всякого страха стал все больше перегибаться через перила пока не увидел почти в самом низу на уровне бельетажа свою незнакомку которая взглянула наверх и опять призывно удыбнулась Александр Папирс мгновенно сбежал с четырех восьми тринадцати ступенек но внизу гулко хлопнула тяжелая дверь парадного значит она уже вышла на улицу еще четыре этажа быстрей сбежать вниз он не успеет спрыгнуть 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 с прыткостью кенгуру Александр Папирс перескочил через перила и вот точно знаменитый акробат Абакук в сверх вдохновенном прыжке силой стукаясь о перила на третьем втором и первом этажах стремительно полетел вниз во тьму перевод Нины Бать опубликовано в литературно-художественном и общественно-политическом журнале Даугова номер 5 за сентябрь-октябрь 1992 года Страница 3 13